Транснефть Крупнейшая в мире нефтепроводная компания. Оператор российских магистральных нефти и нефтепродуктопроводов. Насосное оборудование – центральная часть этой многоуровневой системы. И от ее надежной и эффективной работы зависит выполнение стратегических задач компании. До недавнего времени насосное оборудование для системы «Транснефть» закупалось на Украине и Великобритании. Сегодня компания обеспечивает транспортировку углеводородного сырья благодаря продукции завода «Транснефть» нефтяные насосы, открытого в Челябинске в 2016 году. Уникальное предприятие ориентировано на полный цикл производства высоконадежных, энергоэффективных магистральных насосов и электронасосных агрегатов. Завод был создан в рамках реализации программы импортозамещения, разработанной компанией «Транснефть» в ноябре 2014 года. Общая производственная площадь завода составляет 2,3 гектара. Здесь трудится 370 человек. Основные направления деятельности завода. Проектирование, производство и реализация насосов и насосных агрегатов. Проведение шеф-монтажных и пусконаладочных работ и мероприятий по гарантийному и постгарантийному обслуживанию насосного оборудования. Услуги по проведению испытаний нефтяного оборудования. Вся продукция завода делится на три группы. Магистральные горизонтальные насосы. Подпорные вертикальные насосы. И горизонтальные секционные насосы. К надежности поставляемых комплектующих для насосного оборудования на предприятии предъявляются самые высокие требования. Все системы изготавливаются на передовом российском оборудовании из отечественных компонентов. На производстве используются уникальные установки, оборудованные автоматическими рабочими местами. Измерительные комплексы, балансировочные станки, стенд гидростатических испытаний. Центр для проведения параметрических и кавитационных испытаний. Испытательный центр – уникальное сооружение, позволяющее проводить полномасштабные испытания любых видов горизонтальных и вертикальных насосов. Центр оснащен бассейном, наполненным водой. Его объем – 2700 метров кубических, а глубина – 10 метров. Здесь насос подвергается испытаниям в условиях реальной эксплуатации. Все параметры выводятся на компьютер оператора-испытателя. Данные фиксируются и сохраняются автоматически, что позволяет вести постоянный контроль. Такого испытательного центра с возможностями системы автоматизации нет нигде в России. Технологическое оборудование перекачивающих станций потребляет до 95% от общего объема электроэнергии. Новые насосы позволяют использовать ровно столько энергоресурсов, сколько необходимо для перекачки конкретного объема нефти. Их отличает высокий КПД, низкие эксплуатационные затраты и увеличенный до 50 лет срок службы. Благодаря внедрению продукции завода в 2017 году транснефти удалось снизить энергопотребление на 5 миллионов киловатт-часов. Экономия составила 14 миллионов рублей. Объемы производства динамично растут, и за два года работы предприятия увеличились почти в пять раз. В 2016 году было выпущено 44 единицы насосного оборудования, а в 2017 году уже 175. Завод стал победителем конкурсов «Приоритет-2016» и «2017» и был признан лучшим предприятием в области импортозамещения. На предприятии реализуется запланированная до 2020 года производственная программа, в соответствии с которой на объекты транснефти будет поставлено более 500 единиц насосного оборудования. В планах компании – освоение нового направления, в рамках которого будет организован выпуск насосного оборудования для нефтепереработки по стандарту API-610. Насосы являются важнейшей технологической составляющей не только в нефтяной промышленности. На их использовании базируется множество производственных процессов в различных отраслях. Насосное оборудование производства транснефть-нефтяные насосы может применяться в газовой, металлургической, химической промышленности, в судостроении, атомной и тепловой энергетике, в горной промышленности. Завод «Транснефть-нефтяные насосы» является ярким примером инновационного подхода к организации производства высокотехнологичной продукции на территории России, способствующей развитию как отдельных отраслей отечественной промышленности, так и экономики всей страны в целом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова